Гейтс оставил 4 400. Бой вечера. Это Тилы и Дюпляси. И выступление вечера. Так как на носу праздники. И у меня хорошее настроение. Я дал всем за финиш 50 тысяч долларов. Людей тут много. Итак, ты в хорошем настроении, хотя думаю не все это разделяют, потому что пейпервью закончилось немного странно. Поделись своим мнением. Ну что поделать, думаю мейн-эвент был ужасным, и... Да, ничего не поделаешь. Что скажешь насчет судейства? Вы уже не раз это видели. Это не в новинку. Как и в случае с поединком Пэдди Пимблета, Гордон вышел с ужасным планом на третий раунд. Он думал, что выиграл первые два. Как можно быть уверенным в судьях? Зачем выходить и просто сливать третий раунд? Как можно не выложиться ради победы? Если ты думаешь, что знаешь, какой раунд кому отдали, ты сумасшедший. Я здесь уже 23 года, и я понятия не имею, что сделают и скажут эти судьи. Дэна, и теперь главный вопрос, что же делать с этим титулом? А что делать? Гловер против Джамала Хилла в Бразилии. За вакантный титул. Это уже сделано? Да. Ну, спасибо за новости. Да, пожалуйста. Это моя работа. А, ну да, ты ведь всегда раскрываешь нам свои планы, особенно в ночь боя. Ну, Рождество же скоро. Дэна, что ты планируешь делать с Дарреном Тиллом? Он идет на серии из поражений. Его акции сильно упали. Есть ли у тебя какое-то понимание, что делать с ним? Ну, они закатили бой вечера. Я не думаю, что его акции упали. Если бы он вышел, его бы просто уничтожили в первом раунде, и казалось, что к этому все идет, это одно, но все было иначе. Он выдержал этот шторм, защищался от сабмишенов, и, знаешь, затем он вернулся, и казалось, что он выиграет бой. Я думаю, это потрясающий бой, заслуженно получивший бонус. Не думаю, что акции Тилла упали, а для Дюпле-Си это отличная победа. И я думаю, что этот слэм в конце выбил остатки жизни из Тилла. Вы слышали звук, когда они упали на землю? Да. Это было брутально. Думаю, скорее это закончило бой, чем удушающий. Очередная большая победа для Ильи Тапури. Что скажешь насчет его выступления? Он выглядел невероятно сегодня. Он вышел и просто доминировал. И, знаете, против жесткого, сильного парня. Илья здорово выглядел. И он говорил о UFC в Испании. Я так понимаю, он уже обсуждал это с тобой, да? Ну, на это мой ответ вы знаете. Мы хотим делать турниры везде. Так что, да, в Испании тоже. На этой неделе был анонс, что вы возвращаетесь в Лондон с номерным ивентом и... Я правильно понимаю, что там будет завершение трилогии Усман Эдвардс? Или же у вас какие-то другие планы? Нет, мы нацелены на этот бой. Мы хотим сделать его в O2. И... Да, этот бой. А расскажи, как вы пришли к поединку у Гловера и Хила? Я знаю, что Гловер сегодня был на турнире. А что насчет Хила? Он тоже прилетел? Или как это вообще случилось? Нет, я... Ушел из октагона. Мы все сидели подавленные в моей гримерке. И затем... Хантер и Мик начали говорить об этом. Хантер... Кому-то позвонил. Мик тоже что-то с кем-то обсудил. И они предложили сделать этот бой в Бразилии. После этого все немного приободрились. И в гримерке стало как-то повеселее. Но я так понимаю, сейчас соглашение только устное. Контрактов нет, да? Правильно. Эй, Дэна, у Ильи, Тапури и Пэдди Пимблета серьезный конфликт. Они уже два раза бились в одном пей-пер-вью карде. Они закусывались на этой пресс-конференции. Мне интересно, интересен ли вам этот поединок в будущем? Пэдди и Тапури? Не знаю. Посмотрим, что будет. На данный момент мы этот вариант не рассматриваем. Потому что то, как этот парень выглядел сегодня... На какой он строчке был? На 14-й? Да. Он... После этого боя... Он ворвется в топ-10. И уверен, что он нацелен на титул. Илья хочет биться за титул. Так что он рвется к вершине. Хороших вам праздников. Всем спасибо. Пэдди, поздравляем тебя. Это была хорошая, трудовая победа. Прежде всего, что у тебя по здоровью? Есть ли какие-то новости насчет травмы ноги? Нет, понятия не имею. Друг, надо сделать МРТ. Врачи сказали ждать до понедельника. Так что... Тогда и узнаем. Надо будет еще рентген руки сделать. А то у Джереда жесткая голова. Рука тоже, возможно, сломана? Ну, не рука, а пальцы. Вот эти вот небольшие костяшки. Они все опухшие. Перед боем мы говорили обо всех этих ожиданиях. Складывается впечатление, что если ты не выходишь и не выносишь оппонента в первом раунде, люди разочарованы. Это была трехраундная битва. Что ты сам скажешь о своем выступлении? Да бомба. Понимаешь? А до этих мнений мне дела нет. Мнения как задницы. У каждого есть. Я знаю, что я выиграл этот бой. Вот и все. Чистые факты. Плюс это было единогласное решение. Даже не раздельное. Посмотрите на его лицо и на мое. Бои сейчас судят по урону. Я нанес намного больше урона. И точка. Я знаю, что ты очень уважал его как бойца и до поединка. Но был ли бой тяжелее, чем ожидал? Удивил ли он тебя? Да, бой был тяжелее. Как я сказал, он очень хорошо держит удар. Я бил тяжелые удары, а он продолжал переть вперед, снимая шляпу перед Джередом. Он феноменальный боец и феноменальный человек. А по ходу развития этого поединка, потому что, как мы сказали, фанаты ожидают, что ты уничтожишь оппонента. Тяжело ли тебе было оставаться сфокусированным, зная, что фанаты хотят, чтобы ты прям переехал его, а в итоге тебе пришлось рубиться за победу? Нет, я доволен, потому что я только что провел три пятиминутных раунда в UFC против жесткого оппонента, у которого хорошая выносливость. И я мог бы поднажать в третьем раунде, но засушил бой. Я знал, что забрал первые два раунда, так что расслабился. Прежде всего из-за ноги, хотя не стоило этого делать. Это моя вина. Не нужно было так отдавать раунд, но время контроля ничего не значит, если ты ничего не делаешь. Вы с Иллией немного повздорили ранее на этой неделе, и он сказал, что судьи сделали тебе подарок этим решением. Хочешь что-то ответить? Нет. Отлетевший от антисептика может использовать мое имя для внимания, сколько хочет. Считаешь ли ты, что лучшей развязкой вашего конфликта будет поединок когда-нибудь в будущем? Может быть, он хорошо сегодня выглядел. Отдаю ему должное. Он хорошо сегодня показал себя. Хотя Брайс потряс его во втором раунде. А я намного больше их обоих. Понимаешь? Так что это может произойти в будущем, но, как я сказал, не знаю, когда я буду биться в следующий раз. Нужно разобраться с ногой. Если бы я был на его месте, типа зачем? Он уже, наверное, в топ-10 полулегкого ревизиона, да? Понимаешь? Он побил номер 9. Это показывает, что я просто поселился в его голове. Понимаешь, он продолжает говорить обо мне, хотя он в топ-10 в своем дивизионе. Я бы на его месте просил кого-нибудь из топ-5, но он просит бой с Пэдди, потому что он знает, кто реальный пацан. Все? Ну давайте, засранцы. Спасибо. 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 Спасибо.